В связи с повышением пожарной опасности на территории Курганской области, с 23 апреля постановлением правительства региона вводится особый противопожарный режим. Ежегодно наибольшее количество пожаров происходит с середины апреля по началу мая, в праздничные выходные дни, когда большое количество населения традиционно выезжает за город и пользуется открытым огнем. При этом существенно возрастает вероятность увеличения очагов природных пожаров, возможен переход огня на населенные пункты и лесной фонд. С начала пожароопасного периода с 15 апреля в Шадринске и Шадринском районе уже зарегистрировано 19 случаев возгорания сухой травы. Напомним, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. На граждан распространяется наказание в виде штрафа в размере от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей. На период действия особого противопожарного режима запрещается посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. В данный период нежелательно вообще запрещается разводить костры, сжигать травянистую сухую растительность, мусор и тому подобное, какие-то порубочные остатки или какие-то строительные материалы и так далее. Потому что ситуация может измениться в любой момент. Сами видите, погода изменчива. Кроме этого также напоминаю, чтобы собственники и землепользователи еще провели очистку от сухостоя своих участков, дабы предотвратить, скажем так, нежелательные последствия от возгораний. Ну и соблюдать элементарные требования пожарной безопасности при неосторожном вращении, при эксплуатации электрооборудования. Также, несмотря на то, что у нас сейчас отопительный сезон закончен, все-таки банями пользуются люди. Обратите внимание на печеное отопление бань. Особое внимание к уборке садоводческих участков и огородов следует уделить дачникам. Целенаправленное открытое сжигание сухостоя могут причинить ущерб не только хозяину землевладения, но и его соседям, а также находящемуся поблизости лесному массиву. Огнеборцы рекомендуют очищать свои приусадебные участки, складируя растительность в компостные ямы, а мусор вывозить на специализированные полигоны. Не проводить утилизацию вот этих всех порубочных, либо травянистых сухорастительности путем сжигания. Значит, необходимо утилизировать это через либо специальные организации, которые занимаются утилизацией, либо уже самим как-то вывозить, соответственно, в определенные места данный мусор и ни в коем случае не применять открытый огонь для этого. Отметим, что с начала апреля в Курганской области зафиксировано несколько десятков крупных возгораний сухой травы. Так в минувшие выходные в Кургане в микрорайоне Тополя боролись с возгоранием на площади в 5 гектаров.